Ученые обнаружили увеличение активности на Солнце, а именно за сутки зафиксировали на звезде сразу два мощных взрыва высшего класса, что может привести к серии магнитных бурь на нашей планете. Эти бури могут вызвать значительные колебания в магнитном поле Земли, что в свою очередь может повлиять на работу спутников, электроники, GPS, навигации и других устройств. Также стоит беспокоиться о возможных воздействиях на здоровье человека. Медицинские исследования показывают, что магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая усиление болей, головокружения и других неприятных симптомов. То есть вспышки могут влиять и на техническую, техногенную составляющую нашей цивилизации, и на наше биологическое самочувствие, не только наше, всего живого. В качестве приятного бонуса во время вспыхок, во время, точнее, магнитных бурь могут возникать очень мощные полярные сияния, которые распространяются от зоны, где они обычно видны, то есть район полярного круга и севернее, в область умеренных и даже южных широт. То есть за минувший год, ну, не менее полудюжинный раз полярное сияние разной силы наблюдалось даже в Казани. Магнитные бури возникают из-за внезапных изменений в магнитном поле Земли. Они часто вызваны солнечной активностью, в частности различными вспышками и выбросами массы короны Солнца. Когда такие события происходят на большой звезде, они могут порождать потоки высокоэнергичных частиц, которые направляются к Земле. Эти частицы, называемые солнечным ветром, взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая изменения вокруг нее. Такое воздействие создает геомагнитные бури и поднимает магнитные возмущения, которые могут влиять на работу технических устройств, спутников, а также на здоровье живых организмов, включая человека. Солнечные вспышки имеют пять буквенных классов по мощности А, Б, С, М и самый высокий класс Х. Внутри классов есть еще целевые градации. Индекс вспышки зависит от энергии, излучаемой в рентгеновском диапазоне. Дело в том, что в оптике, то есть в обычном свете, во время вспышки выделяется не очень много энергии, хотя самые мощные вспышки могут быть видны с использованием специального фильтра, но в обычный телескоп, то есть не нужно уходить в другой диапазон гензол. Но такие вспышки достаточно редки. Служба мониторинга солнечной активности, она использует космические обсерватории, которые наблюдают прежде всего в жестком диапазоне спектра. И именно по энергии в этом диапазоне, в рентгеновском диапазоне, идет классификация вспышек. Солнечные вспышки, магнитные бури на Земле имеют тесную связь из-за взаимодействия солнечного ветра и солнечных корональных выбросов на магнитосферу Земли. Во время вспышки на Солнце происходит интенсивный выброс массы и энергии, в том числе заряженных частиц и фотонов, которые направляются в космическое пространство. Когда эти заряженные частицы энергии сталкиваются с магнитосферой Земли, они могут вызывать различные явления, такие как магнитные бури. Это происходит из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой, вызывающего изменения в магнитном поле Земли и возбуждающего атмосферные слои в районе полярных и экваториальных областей. Резидака Римова, Универ Новости.